Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Чеснок готов к уборке, но как же правильно определить, когда выкапывать чеснок? Существует несколько правил, и я расскажу вам о трех. Первое правило, в принципе, хорошо знают многие огородники. Оно связано с наблюдением за цветочной стрелкой. Когда вы выращиваете чеснок, рекомендуется цветочную стрелку удалять. Однако же на нескольких растениях ее все-таки следует оставить. Почему? По той причине, что именно по цветочной стрелке вы можете определить, когда ваш чеснок готов к уборке. Однако это довольно опасный совет в том случае, если вы выращиваете несколько сортов чеснока. А оставить одно-два растения только одного сорта, это означает ориентироваться только по уровню скороспелости этого сорта. Сорта же чеснока различаются по готовности к уборке. Поэтому, если вы пользуетесь этим способом, обязательно оставляйте 2-3 растения со стрелкой каждого сорта. По стрелке узнать о готовности чеснока довольно просто. Она выравнивается и может вот здесь вот уже немножечко треснуть. И цветочки могут выйти наружу. Но это не совсем цветочки, но будем их так называть. В этом случае чеснок готов к уборке. Что же делать, если вы вдруг удалили все стрелки? Ориентироваться по соседскому не очень надежно. По той же самой причине. А также потому, что условия на соседском участке могут существенно различаться. Скорость созревания чеснока также зависит и от ухода за ним, от поливов, от подкормок и других факторов. Поэтому все-таки нужно ориентироваться по своим чеснокам, по своим растениям, по своим признакам. Второй вариант оценки готовности чеснока к уборке является окраска чешуи. Этот признак также хорош и для сортов, которые не стрелкуются. У них в принципе нет стрелки. А также для яровых чесноков, которые, как правило, не стрелкуются в принципе. Убирать чеснок нужно тогда, когда самая верхняя чешуя уже немножечко повреждена, уже отгнивает. А верхняя чешуя приобрела характерную для сорта окраску. Вот у меня здесь чеснок с фиолетовой окраской. И я уже вижу такие фиолетовые сполохи, не сплошную окраску, но уже достаточно хорошо просматривающуюся для того, чтобы отличить один сорт от другого. В этом случае ваш чеснок полностью готов к уборке. И третий признак, который также подходит для не стрелкующихся сортов, это оценка количества отмерзших листьев. Если количество отмерзших листьев больше, чем наполовину от общего количества листьев, в этом случае чеснок необходимо убирать. Вот считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять листьев. Из них шесть являются либо полностью отмерзшими, либо уже находятся в стадии отмирания. Таким образом чеснок полностью готов к уборке. Эти три признака годятся также и для случаев, когда условия для выращивания чеснока вдруг оказались неблагоприятными. Вот посмотрите, вот этот чесночок еще имеет загнутую цветочную вот эту стрелку, но количество листьев уже раз, два, три, четыре, пять, шесть отмерзших и два осталось еле живых. Это означает, что как бы вы ни старались увеличить размер этой головки несчастной, все равно у вас ничего не получится. Поэтому стоит такой чеснок, даже вот с такой вот изогнутой стрелкой, все равно убрать, для того, чтобы получить хоть что-нибудь. Такой чеснок, хоть и не очень подходит для маринования, зубки у него мелкие, но зато может служить хорошей приправой для консервирования огурцов или еще чего-то, где вы используете чеснок в качестве приправы для маринада. Поэтому также убирайте такой чеснок и используйте его как можно быстрее, хотя он и будет храниться, но зубки такие маленькие, что оставлять его на зиму, а уж тем более в качестве посадочного материала, совершенно нерационально. Ну а что делать вот с таким вот красивым чесноком, который вырос, с которого головка действительно крупная, что с ним делать дальше после выкопки, смотрите в нашем следующем выпуске.